Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. В эфире, как вы успели услышать, не болит корректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, набравшие номер телефона 847-400-5200. Нас вы слушаете на волне 14.30 АМ и на 99.1 ФМ. Также на нашей странице Facebook RadioNVC.com. Прошу прощения. RadioNVC без точки.com. Facebook. На нашем YouTube-канале RadioNVC. Ну и, конечно же, на нашей веб-страничке RadioNVC.com. Кроме этого, вы нас можете слышать и видеть на ваших электронных гаджетах, типа iPhone, iPad, загрузив наше бесплатное приложение. Ну а если вы работаете на платформе Android, пожалуйста, заходите через ваш веб-браузер на нашу страничку RadioNVC.com. И будете нас также иметь возможность нас слышать и видеть. Ну вот. Теперь, как вы уже поняли, у нас сегодня с вами появилась такая, для меня замечательная возможность пообщаться с вами на час дольше. То есть, мы с вами будем сегодня целых два часа, аж до трех часов пополудни. И за это время, я надеюсь, мы сможем обсудить множество разных интересных тем, которые вас интересуют, которые происходят в нашей стране, ну и так далее. Вот. Поэтому, еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Я думаю, вы уже привыкли к тому факту, что даже несмотря на то, что я пытаюсь обсудить какую-то одну определенную тему, если вас интересует что-то еще, пожалуйста, набирайте номер телефона, звоните, задавайте вопросы. Или же, если у вас есть мнение по какому-то поводу, будем обязательно пытаться это дело проговорить. Вот. Ну, а пока народ собирается с мыслями, я думаю, что, опять же, начать нужно все-таки с... Давайте сделаем так. Мы начнем с новости, которая меня немножко, с одной стороны, потрясла, но, тем не менее, вселила надежду на все-таки такое более интересное будущее. Я имею в виду ситуацию с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Многие из вас, может быть, даже слышали тот факт, что, оказывается, у него, тогда, когда его уволили с поста директора ФБР, к нему пришли его же сотрудники из ФБР, ну, скажем так, не с обыском, но, тем не менее, они пришли, чтобы у него забрать все те государственные бумаги, которые принадлежат все-таки правительству. То есть, либо это связано с ФБР, либо с каким-либо другим действием, но, тем не менее, это не его личные бумаги. У нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Хотел бы у вас спросить такую ситуацию, говорит, а Коми никуда уже не денется? А вот что у нас происходит с Миннесотой? Такое впечатление, что у нас образуется исламский штат в Соединенных Штатах Америки. Уже обязывают учить арабик в их школах. То есть, это идет как бы такая исламизация уже внутри штата. То есть, если уже учат в школе, значит, уже будут стараться каким-то образом конвертировать людей и из крестьянства в мусульманство. Может, эта тема уже где-то проходила, но сейчас как-то так, по-моему, это самое страшное, что может произойти. Местные выборы, демократы, республиканцы, как-то тут мы осилим, а вот с этим тяжело. Да, ну, спасибо большое, послушайте по радио. Значит, в отношении того, что появилась статья в Facebook о том, что в штате Миннесота начинают обучать детей, вернее, приняли закон о том, что детей со второго класса будут обучать, заставлять изучать арабский язык. И для того, чтобы получить эти стат зрелости в этой школе или в этих школах штата, нужно будет показать свое абсолютное владение арабским. Это была такая, как мы называем это, фейк-ньюс, которую даже я у себя на своей страничке, так сказать, русским языком пропостил, но я это сделал с определенной целью. То есть, давайте по порядку. Значит, ну, штат Миннесота еще при Обаме фактически превращался потихоньку в мусульманский штат. Почему? Потому что Обама, когда начали поступать беженцы из Сомалии, Обама разрешил их принять, и они так как бы поселились вроде бы в штате Миннесота, то есть, никому не мозоли, особенно глаза. То есть, большой такой, большого ажиотажа это действие не вызвало, ну, и оно так потихонечку-потихонечку начало там распространяться. Отсюда, кстати, и появилась Ильхан Омар. То есть, ее действительно выбрали представителем в Нижнюю палату от, по-моему, если я не ошибаюсь, от пятого округа штата Миннесота. По-моему, пятый. Я вот не помню точно, то ли пятый, то ли четырнадцатый. Одно из двух. Нет, по-моему, четырнадцатый это Акасия Кортес в Нью-Йорке, а Ильхан Омар все-таки от пятого округа в Миннесоте. Вот ее выбрали, вот это уже диаспора сомалийца, мусульман, которые посчитали, что она будет представлять их интересы в Нижней палате, и она будет проталкивать их идеологию. Это то, с чего это все началось. Теперь, то, что касается вот этой статьи, Фейсбук, даже при том, что это является так называемый фейк-ньюс, я ее перепостал с определенной целью, то есть дать просто людям понять, что когда нас уговаривают в том, что никакой исламизации не будет, никакого шариатского закона никто не пытается преследовать, никто не пытается нас насиловать в отношении арабского языка и Корана, и так далее, а нас в этом пытаются убедить каждый день постоянно, как политики, демократы, так и очень многие адвокаты, которые преследуют определенную цель, свою определенную цель, я не буду ее озвучивать, но, по крайней мере, то есть нам пытаются рассказать, что мы абсолютно не правы в том, что мы боимся вот этой исламизации и так далее. я не считаю, что мы не правы, я считаю, что это абсолютно возможный факт, причем я это беру не просто, как говорится, высосав это из пальца, я просто анализирую вещи, которые происходят в мире, потому что лет 25-30, я думаю, где-то вот 89-й год, 88-й год, ни у кого в голове не укладывалось то, что сейчас происходит во Франции, что оно вообще возможно. Тоже вот так говорили, ой, да перестаньте, ну, хорошо, приняли там какое-то количество беженцев из там Сирии или из Ирака или еще откуда-то, ну, подумаешь, ну, людям же надо где-то жить, вот они бежали там от чего-то, от того-то, от каких-то преследований, и все было нормально. Наши сердобольные, наши либеральные друзья французы, они считали, что они поступают абсолютно правильно, делая, то есть, приглашая к себе мусульман, давая им возможность ассимилироваться и так далее. Но проблема была в том, что эти мусульмане абсолютно не собирались ни во что ассимилироваться. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела вас простить, а вы знаете, что вот эта школа, которая в скоках, бывшая Соломона Шехтера, что сейчас мусульманская школа? Если честно, нет, не знаю. Да, да, мне вот даже вчера сказали, сказали, даже, что вроде, даже несколько лет, и вообще, скоки поменялся уже. Ну, скоки поменялся давно уже, да, но я честно не знал, что Соломон Шехтер превратился в мусульманскую школу. Спасибо большое. Ну, вот, честно не знал этого, и надо будет посмотреть, надо будет узнать. Я просто знаю, что Соломон Шехтер в нородурке абсолютно нормально существует, и является еврейской школой, как это и было. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, исламизация идет очень хорошо, очень давно. Очень много приехало в Европу мусульман тихо, спокойно, размножаться, расселяться, чтобы было для кого строить мечети и прочее. Швеция, они уже давно считают первым европейским халифатом, а за ней идет и другие там близлежащие Нидерланды или кто-то еще. Так что в этом ничего удивительного нет. Но самое страшное, что у нас исламизация в Америке так распространяется по всей стране. И Ленойс вообще весь забит этими общинами. На востоке, на юге их очень много, на северо-западе меньше. Мне присылали карту христианская организация, которая очень боится того, что ущемляется уже права христианских детей в школах. Нельзя молиться, нельзя делать того, другого, третьего, потому что это оскорбляет учеников мусульман. Да, спасибо большое, спасибо. Да, так вот, продолжая тему Франции, для меня это очень, скажем так, честно, больная тема. Почему? Потому что вот последний раз, когда я с женой ездили в Париж, вы знаете, я сказал своей жизни, мы там провели, по-моему, пять дней, и я сказал своей жене, что это последний раз, когда я вообще даже подумал посетить этот город, хотя сам по себе город я очень люблю, очень красивый, старинный, понятно, все это мне вам рассказывать не надо, но когда я увидел, что происходит на Елисейских полях после шести часов вечера, я вам скажу честно, мне просто стало страшно. Почему-то это все происходит именно после шести часов, я так подозреваю, что это потому, что мужья где-то все-таки работают, и потом они приходят домой, и, как говорится, берут свои выводки на прогулку, но это количество женщин в Паранджа, и это количество детей, которые просто вытворяют что-то непонятное и невозможное, прогуливаясь по вот этому, по Елисейским полям, по Шанс-Ализей, я вам скажу честно, это настолько мне было неприятно, не потому что, то есть, я не, я не исламофоб, я вам скажу честно, я просто не, я не могу понять людей, которые приезжают, давайте говорить так, помните, была у нас такая пословица, в чужой монастырь со своим уставом, вот то, чего я терпеть не могу, если вы приезжаете в страну, которая вас принимает, будьте добры, во-первых, признавайте законы этой страны, во-вторых, признавайте права граждан этой страны на их существование, а вот заниматься исламизацией, я этого не признаю, и я это не поддерживаю, поэтому, но тем не менее, тем не менее, тогда в свое, в свое время кричали, ой, да перестаньте, ну подумаешь, мусульмане, ну сколько их там приехало, ну подумаешь, две тысячи, что такое две тысячи на всю Францию, да, ну, к сожалению, эти две тысячи буквально через 7-10 лет превратились в почти 40-50 тысяч, и вот тут уже начались, как говорится, почесывания репы правительством Франции, но уже было поздно, все, мусульмане стали очень серьезной частью Франции, опять же, получили свое гражданство, стали электоратом, и уже с ними нужно было считаться, и их уже боялись, их уже, как бы, оставляли в покое, к ним прислушивались, и вот, что получилось на сегодняшний день. То же самое, вот, абсолютно правильно женщина, позвонившая, сказала насчет Швеции, мы с женой были, мы, слава богу, смогли попутешествовать немножко по миру, по Европе, и вот мы, когда были в Швеции, я наоборот, я заметил, что, ты знаешь, ну, так, вроде бы, нормальная, белая страна, все в порядке, все хорошо, и буквально на следующий год мы начали читать репортажи о том, что вот постепенно, постепенно началось засилие, и началась исламизация Швеции, ну, и вот, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Да. Пожалуйста, о директоре ФБР, но самое главное, позиция генерального инспектора Министерства юстиции и генерального прокурора самое главное. Обязательно. Спасибо большое. Ну, давайте тогда, действительно, это очень важная ситуация с директором ФБР. Короче, когда его уволили, работники ФБР, есть такая специальная хотите верьте, хотите нет, есть специальная команда при ФБР, которая, когда увольняют кого-то из либо глав ФБР, либо кого-то из департамента юстиции, ну, таких верхушек, есть специальная команда, которая высылается к этому человеку, она называется Ликти, которая пытается собрать или мейкшу, то есть, удостовериться в том, что во владении этого человека, уволенного, не остается никаких государственных бумаг, никакой информации, то есть, они забирают его компьютеры, они забирают все его электронные гаджеты, которые имеют возможность в себе что-то хранить, все это проверяют, все это чистят, ну, и так далее. Так вот, когда начали искать вот эти вот информацию в доме у Джеймса Коми, они нашли некоторые пометки, вот как он называл их памятки, которые он записывал после каждого разговора с либо с кандидатом Трампом, либо уже потом с президентом Трампом, каждый раз после их встречи он делал какие-то пометки, он выставлял какие-то свои умозаключения и так далее, вот они нашли, кстати, которые потом же он незаконно сливал своему товарищу, вот этому профессору университета, который это потом далее сливал в средства массовой информации, вот эти все пометки были найдены, но очень много всего найдено не было, то есть видно было, что эту информацию от нее либо успели избавиться, либо от нее успели как-то почистить, но тем не менее интересно, нашли пару листов бумаги, то есть исписанных, которые шли под грифом совершенно секретно, не для посторонних, ну, будем говорить так, по-русски, не для посторонних глаз, и вот когда эти бумаги нашли и спросили у коми, что это такое, он быстренько стушевался, сказал, что ой, вы знаете, это было неправильно квалифицировано, вернее, прошу прощения, классифицировано, там должен был быть гриф для общего пользования и так далее, но тем не менее эти бумаги были извлечены, так вот, исследуя все это, генеральный инспектор Горовец решил, что есть, существует достаточно причин для того, чтобы рекомендовать криминальное дело против Джеймса Коми, и вот эту свою рекомендацию, так как генеральный инспектор все-таки взаимосвязан с департаментом юстиции, он эти рекомендации, то есть, почему он связан, сам по себе генеральный инспектор, мы уже когда-то об этом говорили, он не имеет права наказания, то есть, он может только инспектировать, искать, находить и давать свои рекомендации в департамент юстиции, департамент of justice, который уже там имеет право заводить либо криминальные дела, либо какие-то еще получать разрешение на ордер на обыск или ордер на арест и так далее, то есть, поэтому, когда генеральный инспектор нашел вот ту информацию, которую он нашел, он ее передал в департамент юстиции со своим мнением о том, что он вполне считает, что неплохо бы было завести дело на Джеймса Коми. Вот теперь самое интересное, мы подошли к самому интересному, потому что те прокуроры департамента юстиции, которым это дело, рекомендация попала от Горовца, они это все проверили и они почему-то посчитали, что недостаточно информации для того, чтобы выиграть это дело. И в первую очередь недостаточно информации о том, что у Коми были намерения нарушить закон. вот теперь давайте мы, не знаю, кто-либо из вас услышал ли в этом отголоски дела Клинтон, я имею ввиду жены, когда ее оправдали, Коми тоже на тот момент сказал, что вот все ее деяния не имели никакого криминального намерения, и поэтому он решил это дело оставить в покое. Теперь становится вопрос абсолютно очевидный и абсолютно справедливый. Почему инспектор, генеральный инспектор посчитал, что там есть что-то и почему прокуроры департамента юстиции решили, что этого недостаточно. Значит, бытует мнение, вот говорю вам как есть, очень многие, и вот это то, о чем я говорил, то, что мне дает надежду все-таки на светлое будущее. Очень многие считают, я имею ввиду аналитики политические, аналитики, профессионалы, адвокаты и так далее, считают, что вот это нарушение, которое нашел Горовец, оно буквально минимальное по сравнению с тем, что может нарыть Дургем, то есть вот этот прокурор, которого назначил Уильям Барр. И сам Барр решил не размениваться по мелочам, почему, потому что если сейчас начинает судить Коми за вот это вот, ну, то, что он там придержал какие-то пару классифицированных форм у себя дома, что это не стоит того, чтобы не завести дело потом в дальнейшем уже по-крупному, а крупное это считается вот тот ордер Файза ордер, который Коми получил в суде за слежкой Пападаполоса и Картера Пейджа. Вот тут интересная вещь, то есть я считаю, что я честно не готов разочаровываться в Уильяме Барр, я не готов его осуждать, вы же сами понимаете, есть такое понятие, дураку пол работы не показывают, поэтому у меня все-таки теплится надежда на то, что, конечно же, будучи высоким, высочайшим профессионалом своего дела, Барр знает, на что он идет. Это вот мое мнение, это мнение аналитиков, на которых я опираюсь, и поэтому я думаю, что на этом никто точку не ставит. Плюс от того, что департамент юстиции отказался возбудить это дело сейчас, это не значит, что они поставили на нем точку. То есть департамент юстиции, есть такое время, срок, который называется срок давности. Так вот, до тех пор, пока не истек срок давности, департамент юстиции имеет право возбудить это дело в любое время в течение этого срока. Поэтому не будем паниковать, не будем кровожадными пиранами, которые пытаются просто кого-то съесть, только потому, что нам надоела вся эта галиматья. Подождем, посмотрим, во что это вылится. А пока мне нужно прерваться на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, скоро встретимся опять. Мы возвращаемся в программу Сергея Зацепина «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Понятно. Не дождались. Окей, вот еще есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Вы, наверное, вряд ли знакомы, там же в Советском Союзе в России сейчас система допуска уже была. Секретная там первая форма, вторая, третья. И нарушение этой формы, нарушение какое-то, это вообще приравнивало с патистическим изменением Родине. В общем, здесь как к этому относятся очень снисходительно. Я полагаю, что как знаете, как сейчас рано зимний брать. пока еще, еще рано пока его вскрывать по полной. Я с вами согласен. Это ближе к лету наверное к следующему года. Я, вы знаете, я даже не думаю, что есть временные сроки, просто вы абсолютно правы. Знаете, говорится, падает с коня, так с хорошего. То есть, нет смысла размениваться тем более, что здесь вообще-то не по совокупности берется, а по каждому пункту. Понимаете? да, поэтому да, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я хочу вернуться к прошлому разговору. Вы говорили о Париже, а я вам скажу о нашем городе. Я была в Шамбурге и случайно зашла в Норсов. Угу. Довольно дорогой магазин. Вы знаете, мне стало темно в глазах. Значит, белых лиц можно было пересчитать по пальцам. в основном это были мусульмане с своей огромной семьей мексиканцы и азиаты. Да. Вот вам, пожалуйста, не надо ехать во Францию. Да, да, спасибо большое. Я вам скажу больше, моя жена недавно получила такой культурный шок. Она отправилась в Лос-Анджелес со своей сестричкой. И вот она первый раз попав в Лос-Анджелес конечно же решила пойти на Родео-драйв. Ну, во-первых, сам Родео-драйв ее просто испугало, на этого даже не ожидало. То есть, она думала это будет что-то типа вот нашей Мичиган-эвеню в Чикаго. Оказалось далеко это совсем не так. Но вот то, что ее просто ну, не то, что возмутило, удивило, это то, что вот одни вот эти закутанные и причем абсолютно нормально, спокойно и так далее. То есть, вы абсолютно правы. Опять же, вы понимаете, моя позиция такова. Я не против, единственное против кого я, это вы уже все знаете, это против антисемитов. Вот это я просто терпеть не могу и не буду. все остальные меня как-то меньше трогают в том смысле, что послушайте, у каждой имеет право на свою религию. И я на это тоже смотрю, в принципе, может быть, кого-то раздражает факт того, что ходят, например, евреи-ортодоксы в этих шляпах, в камзолах и так далее. Может быть, кого-то раздражает то, что евреи ходят в кипах. Я это понимаю. Не вижу в этом ничего страшного в том смысле, что люди ходят в своих религиозных одеждах, но они их одевают не демонстративно, а просто потому, что это их одежда. Точно так же, как индусские сари, точно так же и паранджа, точно так же и украинские вышиванки. Мне, в принципе, меня это не трогает. Меня убивает то, что происходит за силе своей религии, и ее превосхождение, преподношение превыше всего. Вот это меня, конечно, раздражает. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Во-первых, я хочу сказать уважаемому товарищу, который рассказывал о секретности в России, что за эту секретность наказывали. Наказывали, наказывали, когда считали нужным. Когда им нужны были специалисты, они привлекали без всякой секретности. Мне отказали в секретности. Отказано мне вроде бы... Хорошо, что отказали, я бы не уехал тогда из страны. Ну да. В Ручведяево, когда я работал, но когда нужно было на секретный объект нужен был специалист, то все нашлось, и меня приводили, и меня использовали. Это первый случай. Второй случай. в Москве есть такое было. Четвертое управление Мосметростроя, которое строило метро на глубине где-то 100-120 метров, спускались в Мавзолее, выходили в Чкалове. И принимать, и туда людей принять на работу меня туда не приняли. Я не вышел. Но когда им понадобился специалист для того, разобраться с вентиляцией, а оно было в Мосметрострое, то мой начальник меня вызвал, сказал, что приедут тебя заберут, головой не верти, меньше разговаривай, иди и скажи им, что с ними происходит. Даже такое было. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я хочу спросить, а почему в сущности удивляемся за сирию мусульманской религии? Если мы сами, вся страна выбрала себе президентом на 8 лет мусульманин. Мало того, я вам хочу напомнить, как кричали наши ведущие на некотором радио о том, что надо выбирать молодого, энергичного, и мы помним этих Азаматов, и Диму Васильеву, который орал, что надо выбирать только Обаму. И когда ему говорили, а мне пришлось несколько лет перерывами провести мусульманских стран. Я ему слышал, что это мусульманин, мусульманин, а он кричал, что это крестьянин. И вот мы видим, что в общем-то происходит в нашей стране. Поэтому я не настолько не терплю Обаму с его политикой, как те, которые заставили эту страну выбрать этого Обаму. И это тоже абсолютно пятая колонна. Абсолютно с вами согласен. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Олег, я очень хотел с просьбой обратиться к Сергею Зацепину и к вам подскажите. Снимите вот это жужжание гитарей в паузах, но только оно противное в паузах. Заметьте другим музыку, это первое. Просто просьба к Сергею и к вам. Вот это в больно о чем я говорю? Жужжание гитарей в паузах отвратительно ужасного оформления. Это второе. Это первое. Второе это в школах, университетах, кадрах надо запретить все моления. Действительно этим завидно мусульманам, что христиане молятся или молятся мусульмане или молятся католики. На то есть церкви, мечети и остелы. Вот туда пусть ходят и молятся. И не нужны эти праздники на самом деле. Если евреи празднуют праздники, их освозают от учебы. Если католики празднуют праздник, я считаю, что это неправильно. Надо все это отменить. Но в религии делают тоже реформы. Вот возьмите субботу иудеи. Я вчера в следующую субботу как-то подоблюдал веду старичка. Но это конечно мы ничего с вами не сделаем в субботу нельзя ездить на транспорте. Но это просто издевательство. Ведут старикам еле идет бедненький. Мне его просто жалко. Это я с удовольствием отношусь к ортодоксальной системе, любо-юдейской, христианской, католической, кого угодно. Я интернационалист в религиозном плане. Но считаю вот эти вопросы, к сожалению, что мы обсуждаем по радио, не слушаются властями, они не знают о чем мы говорим, не доходят до них. А в школах, в костелах, в школах и университетах как же, отменить надо эти молельни. Они совершенно там ни к чему. Раздражает одну нацию, вторую, пятую, десятую. Вот такое мнение. Спасибо. Это тоже мнение. Спорить с вами не буду. У меня по этому поводу другое мнение. Но опять же, я рад, что вы сказали, что это ваше мнение. право на свое мнение. Но единственное, что я вам смогу ответить, вернее, на что я вам смогу ответить, вы понимаете, мы все, вот все мы, я имею в виду все русскоговорящие населения нашего города, нашей страны, нас сюда никто не звал. Нас сюда, запомните, никто не звал. И попав в страну, в которую вы приехали по своему собственному желанию, диктовать этой стране свои условия, я считаю, это в высшей мере как минимум не культурно. Понимаете? То есть, вот точно так же, как если, вот так же, как я отношусь к мусульманам, которые пытаются поменять строй здесь в Америке на свой, и я это не приемлю. Точно так же я не приемлю мнение людей, которые приехали сюда без всякого приглашения и пытаются здесь построить что-то новое. Не нужно. Строить нужно было в той стране, откуда мы приехали. Вот там можно было строить, но там же не получалось, там же можно было сесть за это, за свое собственное мнение. Поэтому приезжают сюда, и здесь уже, как говорится, с шашкой, с винтовкой на перевес, и с шашкой в воздухе начинают рубить все подряд. Неправильно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз, Анатолий. Если вы вылетали не в Париж, а в Тегеран, потому что университет такая, перед посадкой в Тегеране экипаж объявляет женщинам покрыть голову, чтобы волос не было видно, закрыть ноги до щекоток. Когда они там прилетают, никто не заставляет их снимать чадроу там и так далее. Да, да, абсолютно. Абсолютно. И Анатолий, еще одно хотел добавить. Вы помните, когда в Новой Зеландии там была стрельба? Не в столице, а в таком среднем городе. Закрыли две мечети. Две мечети в этом городе закрыли. Да. А когда в Якутске киргиз, мусульманин, изнасиловал местную женщину, в Якутске, в Якутске, только подумайте. Да. На поле закрыли мечеть. Да. Но я уж не говорю про Швецию, Скандинавию и про нашу страну. Вы понимаете... Анатолий, простите. Пожалуйста. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, сколько мечетей в Лондоне? Приблизительно. Приблизительно. Я, честно, даже, я никогда не был в Лондоне, поэтому даже не знаю. Честно. Ну, я вам скажу так, грубо, без 15, 500 штук. Уф, серьезно. Да, серьезно. Самое популярное имя сейчас, где называют младенцев в Англии, это Мухаммад. Ну, да. И в школах, вот, в районе Бергенгема, там большинство, уже больше половины мусульманских детей. Ну, давайте говорить так, если мэром города Лондона является мусульманин Садик Хан, ну, так куда уже дальше? потому что он не простой верующий мусульманин, он жесткий мусульманин. Да, да. Поэтому, вот, я об этом говорю. И министр внутренних дел там тоже самое. Ну, посмотрим, может быть, Борис Джанссон там что-нибудь наведет, какие-нибудь новые... Там-то там, а здесь что? Да, это повсеместно. Повсеместно. Да. Да, спасибо большое. Да, к сожалению, опять же, вот абсолютно правы. То есть, я не понимаю вот эту систему приехать куда-то и пытаться построить свое. Достройте вы там, где вы были, а сюда приехали, живите по этим порядкам. А, кстати, тем, которые забывают, это факт, это не... Я это не пытаюсь притащить за уши. Это страна. Я не перестаю это на... об этом напоминать. Эта страна была создана, базируясь на иудеях, крестьянских принципах. Понимаете? и здесь до определенного времени, до того, что приехали сюда мусульмане, которые вдруг стали препятствовать тому, что в школах молятся или изучают Библию, или произносят так называемый пледжевал легендс, это они сюда приехали. Это не американцы сюда приехали. Америк... Вернее, они приехали в свое время, но они приехали именно из-за того, что были гонения в Европе. Они приехали сюда. Они построили свое государство. Сами. свое государство. Без всякой помощи, без всяких советов. Они прошли через гражданскую войну, через рабство и так далее. И создали эту страну. И в этой стране, даже вот когда я сюда приехал, и я знаю, что очень много ребят, которые со мной сюда приехали, и мы это все прекрасно помним, что когда-то в школе абсолютно спокойно изучали религию. У меня сын в колледже, хотя он еврей, но он пошел сам, вернее, его взяли играть за колледж, за христианский колледж, Бенедиктин, и ему там раз в месяц нужно просидеть в службу. И я ему сказал, Шан, это тебя никто туда не тащил за уши, ты решил туда пойти, вот, будь добр, исполняй их волю. Понимаете? А приезжать сюда и кричать, мне это не нравится, и то мне не нравится, и нужно это поменять, и это поменять, вон, езжайте, создавайте свою страну, меняйте, езжайте в свою страну, откуда вы приехали, меняйте, это как раз то, о чем говорил Трамп, и за что на него взъелись, непонятно вообще, ну, понятно, за что на него демократы взъелись, но он был абсолютно прав. вы приехали в Америку, вам здесь что-то не нравится, вас тут никто не держит, будьте здоровы, чемодан в руки, как они говорили в России, чемодан, вокзал, что-то там еще, пожалуйста, без проблем, но если вы живете в этой стране, если вы приносите, получая гражданство, вы приносите присягу, этой стране, будьте добры, живите в этой стране, благословите, получайте ваши блага, и скажите спасибо, благодарите эту страну за то, что вас приняли, и дали вам возможность, вот это мое личное мнение. Добрый день, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу с вами немножко не согласиться. Пожалуйста. Я согласен со тем, что вы говорите, но начну с того, что первое, это начали евреи, когда они, их возмущала елка, и начали, судьи, и везде начали вешать, что сизон кривитинг, перестали... Так, даже не хочу вас слушать, потому что таких глупостей я слушаю каждый день от людей, которые вообще не знают, откуда это все берется. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, следующий сегмент, если можно, начните с вашей оценки вчерашних дебатов. Обязательно. Обязательно. Спасибо большое. Я сейчас прервусь на Station ID, рекламную паузу, и потом вернемся, обязательно будем обсуждать дальше. Мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии, как обычно, 847-400-5200. Я пообещал начать свой сегмент с обзора дебатов, но... И я это обязательно сделаю, но перед тем, как я это сделаю, я бы хотел ответить вот тому человеку, который позвонил и сказал, что все это началось с того, что евреям, видите ли, не понравились елки. Молодой человек, я не знаю, ли вы когда-нибудь слышали о таком термине, как политкорректность. Если вы о нем слышали, я не знаю, ли вы знаете, откуда этот термин произошел. Если вы этого не знаете, пожалуйста, найдите в гугле, сегодня можно найти в википедии, в гугле, все, что вы хотите. Просто нужно набрать набор слов political correctness. Окей? И вы, вместо того, чтобы звонить и, простите меня, пожалуйста, говорить ерунду, вы очень быстро и четко для себя уясните, откуда пошла вот эта вот ситуация с елками, с минорами, почему мы вдруг столько лет, говоря, желая всем Merry Christmas или Happy Hanukkah, мы вдруг начали говорить Happy Holidays. Понимаете? Вот это обязательно сделайте для себя. И вы, может быть, что-нибудь поймете. я очень в этом, на это рассчитываю. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, но ведь евреям не нравились съемки с момента того, как первый еврей появился в Америке. И ничего не происходило. А вот как только начали мусульмане сюда прибивать, так сразу стали учитывать мнение евреев. Очень интересно. А вообще, вот, знаете, Анатолий, вы сказали, это в высшей степени некультурно, это некультурно для нас. Они ведут войну за мировое господство. Понимаете? И поэтому для них все средства хороши. И будут они это делать, как говорится, не уставая. Если мы не будем сопротивляться, то очень быстро они победят. Согласен. Согласен. Спасибо, Варвара. Но я, в принципе, в отношении культуры я больше это сказал тому вот нашему радиослушателю, уважаемому, который позвонил и сказал, что нужно запретить и это, и это, и то, и это, и так далее. Не надо ничего запрещать. Надо просто жить своей жизнью, благодарить Америку и довольствоваться тем, что вы сюда приехали, вас сюда пустили, вам здесь дали возможность жить, ассимилироваться, если вы того хотите. Если нет, вас тоже никто отсюда выгонять не будет. Вот это то, что я имел в виду. Теперь, давайте тогда мы сейчас, сейчас у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Я хочу сказать, что по поводу последнего, о чем говорили, вы же сами прекрасно понимаете, что вся вот эта возня вокруг мусульман, приехавших и поднимание их вверх, это же все левые прогрессисты. Им нужны волоса, им нужно расчленить, им нужно, так сказать, поднять все под себя, поэтому они используют эту возможность, чтобы задавить всех остальных. Абсолютно, абсолютно, спасибо за то, что вы это понимаете, абсолютно верно. И отсюда же берется вот это обвинение в расизме, в гомофобии, в женоненавистничестве и так далее, понимаете, именно потому, что навешивая ярлыки и разделяя людей, вот они кричат мы за разнообразие, ну, я имею в виду вот как diversity, да, вот как еще сказать, мы за равноправие, разнообразие и так далее, но ведь они абсолютно врут, говоря о том, что они за diversity, diversity это вот, ну, наверное, принятие всего и вся, но тем не менее, они только принимают то, что выгодно им, ведь они не принимают разговоры людей консервативных взглядов, они не принимают устои консервативные, то есть они принимают, да, они вот, пожалуйста, хочешь быть, прошу прощения, хочешь быть геем, лесбиянкой, транссексуалом и так далее, бисексуалом, о, вот тут вы для них самый лучший человек, хочешь быть, не знаю, чем там еще, они терпеть не могут людей, которые им противостоят, а это уже не diversity, это уже ерунда, вот, поэтому, к сожалению, так и получается, ну, вот, на этом мы сейчас быстренько развернемся и пойдем в сторону дебатов, которые произошли вчера, должен вам сказать, что вчера мне эти дебаты понравились, вернее, давайте говорить так, в кавычках, с точки зрения комичности, они мне понравились еще больше, чем дебаты во вторник, почему? Дебаты во вторник как-то, ну, слишком уже они прошли ровно, ну, да, там немножко разделились на два лагеря, попытались там сказать друг другу сам дурак, и на этом вроде бы как бы и договорились, а вот вчера, скажу вам честно, то, что я увидел между Байденом и Камалой Хэррис, то, что я увидел вдруг, то, что Толси Габбард, это конгресс вумен из, от штата Гавайи, вдруг она сорвала полкана на Камалу Хэррис, вот тут я немножко удивился. Это Толси Габбард, чтобы вы поняли, это женщина, которая после 9-11, она пошла добровольцем в армию, она вообще медичка, медсестра, и она пошла в армию для того, чтобы лечить наших солдат, раненых и так далее. Она отслужила в Ираке, потом в Афганистане, то есть это женщина, которая побывала там, видела, что происходит, поэтому она, но проблема в том, что она зная то, что происходит с точки зрения военного дела, она не очень имеет представления о том, как в целом править даже штатом, я уже не говорю, страной, но тем не менее она так называемый борец за справедливость и когда после первых дебатов в прошлом месяце что произошло, люди начали в гугл искать ее имя, чтобы узнать немножко о ней побольше, потому что в принципе она такая, она не выскочка, она из себя так особенно не орала, нигде не била себя кулаками в грудь, то есть люди о ней знают довольно немного, так вот после самых-самых первых дебатов люди начали ее как говорится гуглить и что произошло, гугл заблокировал поиск ее имени, по какой они это причине сделали, непонятно, если честно, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толик, это Олег. Да, Олежка. Ну вот ты тут рассказываешь про эту красавицу задавали. Вот к теме, ну я ничего нового вчера не услышал, но старался услышать, это нет, неправильно, я услышал новое. Я старался услышать, в чем же еще Трампа обвинят. Так вот она обвинила Трампа в том, что он поддерживает аль-кайду. Да. Это было интересно. Это было да, это было больше, чем интересно, но ты понимаешь, я тебе скажу, кстати, забегая немножко вперед, раз ты уже завел эту тему, ты знаешь, что я заметил вчера, чего не было позавчера. Позавчера они как-то начали такое, ну минут 15, они там на Трампа погнали расистом и так далее, но потом они в принципе держались точки зрения вот Палоси. А вот вчера я заметил, они Трампа поливали постоянно, систематически все дебаты и ты знаешь, первая мысль, которая у меня появилась в голове, какие же все-таки негодяи, которые могут себе позволить обсуждать человека за его спиной. дело в том, что значит Деблази вчера сказал, что Трамп он натравил черных на белых, нелегалов на граждан, а Камала Хэрис сказал, что Трамп пересажал всех детей в клетки и разъединил с родителями, не упомянул о том, что клетки построил Обама, ну да, Трампа атаковали как положено, но мне еще понравились вот эти склоки между собой, как они этого Байдена чуть не разобрали, они вчера вообще говорили, их остановить было невозможно, они были в какой-то сирии у них была, им говорят спасибо, спасибо, они говорят, единственный Байден, который уже замолкал, когда его говорили, но его разорвали начальство, конечно, вот, попытались Камалу Хэрис разорвать начальство за то, что она абсолютно ничего не сделала, будучи на посту Аторни Джейнерал в Калифорнии. Ну, в общем, ты все видел, все думал, ты сейчас об этом все расскажешь. Обязательно. вот так я хотел упомянуть, что новенькое я узнал, он поддерживает только эту травму, вот такой вот он хороший человек. Спасибо, Олешка, спасибо, давай, выздоровите. Да, так вот, вот этот Толси Габбард, она вчера вдруг в защиту Байдена сорвала полкана на Камалу Хэрис, причем она ее серьезно затронула в том смысле, что вот как раз Олешка об этом говорил, Камала Хэрис, все, которые ее знают, ее деятельность, слышали о ней, она была генеральным прокурором штата Калифорния, это правда, это самое большая, самое большое министерство юстиции в Соединенных Штатах после министерства юстиции общего страны, то есть, министерство юстиции Калифорнии, это второе после министерства юстиции Соединенных Штатов, почему, потому что в Калифорнии проживают 40 миллионов человек, Так вот, она была генеральным прокурором этого штата. Другой разговор, что опять же ходят слухи, я думаю, что это намного больше, чем слухи, что она там крутила шашни с одним политическим деятелем, и вот таким образом она после этого пробилась в сенаторы от штата Калифорния. Ну, это мы оставим в покое, но за ней тянется ужасный шлейф несправедливых решений. Самое главное, что тянется за ней, это то, что она пересажала там какое-то сумасшедшее количество народа за использование и продажу марихуаны. То есть, пересажала, хотя те, которые знают штат Калифорния, для них марихуана это не наркотик, это просто образ жизни, вот они там живут на этом деле. Вот, это раз. Во-вторых, за ней тянется очень нехороший шлейф, в том смысле, что она людей, которые уже, чьи сроки подходили к окончанию, она находила варианты, как их срок продлить, там еще на два, на три, на четыре месяца, а иногда и на год. Почему? Потому что это люди, которые являлись бесплатной рабочей силой для штата Калифорния. Ну, и третье, это то, что она была замешана не в очень хорошей ситуации со смертными приговорами. В общем, короче, за ней тянется действительно серьезный шлейф, там есть над чем, о чем поговорить, есть над чем подумать. Так вот, вот эта Толси Габбард, она наехала на Камалу Херрис именно вот в отношении ее послужного списка. И видно было по лицу Камалы Херрис, что ее это серьезно зацепило, очень серьезно. У нее, у нее же лицо перекосило, она не ожидала этого. И все разговоры о вот этих дебатах шли насчет того, что Камала Херрис будет, как говорится, добивать Джо Байдена. Что она попыталась сделать, но она не ожидала, что вот эта Толси Габбард на нее вот так вот вызверится в защиту Джо Байдена. Тут же пошли интересные слухи. Так как Джо Байден является по-любому кандидатом номер один, даже на сегодняшний день, от Демпартии, после вчерашних вот этих дебатов люди начали поговаривать о том, что, по-моему, нарисовался вице-президент для Джорджа Байдена. Если Джордж Байден выигрывает номинацию, ему нужно будет объявить своего вице-президента, скорее всего, он объявит своим вице-президентом вот эту Толси Габбард. Почему? Во-первых, это женщина. Во-вторых, это человек, прослуживший в армии, которая была, если не участвовала напрямую в боевых действиях, то она была на линии фронта, где она помогала раненым. И, в общем, она, в общем, будет интересно посмотреть. Запомните это имя на всякий случай. Толси Габбард, конгресс-вумен от штата Гавайи. Ну, дальше. По списку остаются одни вот клоуны, причем в самом полном смысле этого слова. Конни Букер вчера решил сказать пословицу, как он сказал, «У нас в районе есть такая пословица, вы окунулись в компот, даже не зная, какого он вкуса». Ну, я так перевел, может быть, косноязычно, но смысл вы поняли. Так вот, сегодня уже очень много афроамериканцев там и в интервью, и в текстах, и на Твиттере говорили, что он, когда он это сказал, то есть это, вы понимаете, это выражение, которым пользуются в так называемых, ну, вот черных районах, типа вот гетто и так далее, так вот сказали, что он это выражение произнес, как белый человек в черном гетто, то есть его даже уже свои же черные над ним посмеялись. Ну, о чем говорить дальше? Дальше был такой Эндрю Йень. Это молодой человек китайского происхождения, рожденный здесь, в Америке. Это тот, у которого идея помощи народу, это каждый месяц мы будем получать с вами по тысяче долларов на главу семьи каждый месяц. Откуда будут браться эти деньги, непонятно, но вот он считает, что, во-первых, мы должны получать по тысяче долларов каждый месяц, второе, это то, что мы уже опоздали с борьбой за изменение климата, и теперь всех американцев, которые живут вдоль побережья Соединенных Штатов, то есть Атлантического и Тихоокеанского, нужно срочно поднимать на высоты, потому что иначе этот весь берег уйдет под воду. Ну, вот, и когда ему сказали, что, послушай, а может быть не так все плохо, он сказал, вы не понимаете, мы уже с этим опоздали, сейчас нам остается только переводить людей на высоты. Вот. То есть, вот такой есть один представитель. Следующий представитель, это был там человек по имени, чуть не сказал Фидель Кастро, но вообще его зовут Хулио Кастро. Никакого отношения он не имеет к семье Кастро, но, тем не менее, такой же социалист, как и кубинские правители. Абсолютнейший социалист, который считает, что в Америке вообще все ужасно, Америка уже превратилась в страну вообще непонятно чего, и, в общем, тут нужно все менять, и, короче, революция необходима. Ну, вот, такие, ну, и еще там был один такой мэр города Нью-Йорк, Билл Деблазио, который вообще не может, я, честно, я не знаю, он вряд ли попадет на следующие дебаты, потому что он продолжает быть, плестись где-то там в самом-самом конце вот этой когорты людей. Я вам скажу честно, вот люди, которые меня слушают из Нью-Йорка, ребята, как я вам сочувствую, вы себе не представляете, причем абсолютно искренне и абсолютно серьезно. У меня просто, вот мне вас жалко, мне себя жалко, потому что мы живем под Принцкером, но это штат Ильиной, это весь штат. А вот вас, живущих в городе Нью-Йорк, имея таких представителей, как Вакасио Кортес, имея такого мэра, как Билл Деблазио, это, я не знаю, я честно не знаю, как вы его до сих пор терпите и почему он до сих пор является мэром города, но вчера, пока он там готовился к этим дебатам, мне очень понравилось, что у вас в городе Нью-Йорк собрались профсоюз полицейских, высказали ему свое абсолютное презрение и свое абсолютное фе, и мне очень понравилось то, что это было сделано вот так коллективно, настолько организовано, потому что то, что он у вас вытверяет там в Нью-Йорке, это вообще уму непостижимо. Вот, ну и в общем вот такая вот веселая компания душевнобольных и клоунов собралась вчера на сцене, причем друг друга локтями расталкивая, пытались прорваться вперед, прошу прощения, Олежка правильно сказал, что их остановить было невозможно, когда-то в Советском Союзе, ну и потом в России была такая пословица насчет покойного Иосифа Давыдовича Кобзона, как не остановить бегущего Бизона, так не остановить поющего Кобзона, ну вот вчера было что-то типа этого, остановить их было невозможно, и каждый из них старался выдвинуть идею еще более ужасную, чем идея предыдущего. Значит, о чем они вчера говорили вкратце? Давайте сейчас примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вообще это было даже не смешно. Количество раз, которые все эти идиоты повторили слово Дональд Трамп, и количество ненависти и желчи, которое из них перло по отношению к Трампу, это просто даже не смешно. Они готовы были продать всех и вся, включая эту страну и ее будущее, только ради того, чтобы его скинуть. Основная идея у всех этих претендентов на постпрезидента, это скинуть Трампа, скинуть Трампа, уничтожить Трампа, и только Трамп ничего не делает, Трамп только обманывает, и так далее, и так далее, и так далее. Это было просто не смешно. Это ужас, который ждет эту страну, не дай бог это не победят. Причем интересно то, что чем у них рейтинг ниже, тем они больше издеваются над Трампом. Вы заметили? Вот это Джилл и Брайан. Это же обычно это происходит от небольшого количества ума, а самый главный их претендент на пост, господин Байден, вообще напророчил нам 8 лет Трампа еще и имеет. Так что, в общем, все классно. Да-да-да, спасибо большое. У нас все хорошо. Да, у нас отлично, спасибо. Да. Ну что ж, друзья, давайте прервемся быстренько на рекламную паузу, вернемся и закончим обсуждение нашей темы. Ну вот мы и вошли в последний сегмент нашего шоу на сегодняшний день. Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Мы обсуждали перед уходом на рекламу дебаты, которые происходили вчера вечером. И вы знаете, наверное, самым лучшим способом, как говорится, подвести черту под тем, что там вчера произошло, это воспользоваться высказыванием. Есть такой человек, его зовут Марк Пен. Когда-то он работал на штаб Клинтонов. Так вот он, даже будучи демократом, но настоящим демократом, он сказал такую вещь. После вчерашних дебатов, вернее, после сегодняшних дебатов, это он вчера сказал, я для себя вынес следующие итоги. Значит, во-первых, я буду получать тысячу долларов в месяц, что хорошо, но недолго. Почему? Потому что, оказывается, мы скоро все уйдем под воду. При этом, мы будем бороться за чистоту, вернее, мы будем бороться за поправку измененных климата, и будем бороться с тем, чтобы как можно больше, бери, сейчас, мы будем бороться за то, чтобы как можно больше в нашу страну пришло людей, о которых мы ничего не знаем, но которых нам придется кормить, одевать, обувать, лечить и обучать. Вот это резюме, дорогие мои друзья, демократа, который, вот он действительно демократ, он не левый радикал, он не не оголтелый политикан, это человек, который, несмотря на то, что он демократ, он остается в трезвом уме и полностью дающий себе отчет. Вот только вдумайтесь в эти слова, где фактически надежды, вот демократы вчерашними и позавчерашними дебатами не оставили никакой надежды для жителей Соединенных Штатов на то, что все-таки мы будем жить счастливо, мы будем жить в досадке, мы будем жить достойно никакой этой надежды. еще один человек из демократического лагеря, которая является корреспондентом, но она не корреспондент CNN, а она такой, ну вот корреспондент, который действительно пишет статьи как бы от себя. Давайте примем звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Вы знаете, продолжая вчера, вчера вы говорили, до того говорили, помните, мы с вами я вам сказал, что они официально заявляют их представители, или это конгрессмены, или сенаторы, что любыми, опять, любыми средствами нужно Трампа убрать. Да. Поэтому вчера, допустим, сказать, что он связан с Аль-Каидой, помогает Аль-Каиду, хотя в тот же день сообщили, что убили сына, который был, кажется, один из главарей Аль-Каиды. Знаете, у них ничего не основит, так же, как до сих пор называют его антисемитом. У него дочка еврейка, у него зять еврей, у него внуки евреи. То есть, у них, вы не удивитесь, что завтра они скажут, что он генерал ФСБ, и что он вообще командует Аль-Каиде, что это его организация. Будет говориться, все, что у кого есть больная фантазия, будет говориться, что только бы его убрать. Потому что, так что, это только-только начало. самое страшное то, что ближе к выборам, это будет сплошная, ну, не как Амония, не так даже, как это назвать, потому что будет сплошное, стопроцентное вранье. Да. И ложь, только бы его убрать. Спасибо, Аликс, не дождались. А, я вам скажу, Аликс, вы знаете, самое страшное то, что меня уже начинает, перестает удивлять все то, что они говорят. Вот это, лично для меня, это страшно, потому что, это не должно так быть, мы не должны привыкать вот к этому дерьму. Мы должны привыкать к тому, что все-таки жизнь будет налаживаться, экономика хорошая, безработица низкая, люди зарабатывают деньги, пенсионные планы растут. Понимаете, вот к чему мы должны привыкать. А вместо этого, все, что мы слышим, это вот это дерьмо, которое нам пытаются втюхать. Добрый день, вы в эфире. Знаете, Анатолий, мне кажется, что наоборот, очень большая надежда, что этих сумасшедших ни одного не выберут, и у нас все будет хорошо. Ну, давайте... Вы сказали, что у нас никакой надежды, а я всем не появилась надежда. Я понял, спасибо, Варвара. Я вам скажу почти, то есть, и вы не появились, я же не говорю, что у нас нет надежды. Я говорю о том, что вид, который создают демократы, это вот абсолютная безнадега, абсолютная. И вот, к сожалению, меня это перестает удивлять. Вот, что мне лично, для самого себя, мне страшно, потому что мы не должны, в принципе, слышать вот эти вот абсолютно идиотские речи. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже вчера послушал, так сказать, некоторое время, ну, не мог долго, там, минут 15-20 лет послушал. У меня вот такой вопрос есть. Они там все подряд, что-то говорили, я, видимо, включил тот сегмент, той передачи, когда шло, значит, разговор о том, что надо его импичь. А за что, собственно, импичь? Может мне кто-нибудь объяснить? Вот вы мне можете сказать, что они конкретно хотят ему вменять? Вот, какие позиции? Что он действительно народное из Конституции? Давайте мы сделаем так. Спасибо большое. Я вам скажу так. Я не могу сказать это от себя, но я вам могу сказать то, о чем говорят они. Значит, они продолжают абсолютно, то есть, кстати, 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 это еще раз доказывает, если вы вчера меня слушали в первом часе, я попытался рассказать о том, что нам адвокаты пытаются постоянно, постоянно, постоянно говорить о том, что все по закону, все нужно по закону, нас никто не пытается обмануть, если нам не нравятся законы, мы их можем поменять. Если те, которые меня слышали, вы, я думаю, помните, если вы не слышали, это просто шло к тому, что нам постоянно говорят, если вам не нравятся законы, вы их меняйте. Зная четко, что поменять мы эти законы не можем, особенно живя, допустим, в демократических штатах, типа, Калифорния, Нью-Йорк, и Леной, просто потому, что нас никто слушать не будет. Республиканская партия в этих штатах практически равна нулю, и поэтому, ну, так сложилось. Так вот, когда я вчера говорил о том, что адвокаты прекрасно знают, что закон действительно, у закона есть в каждом случае, в любом случае есть два выхода, и именно адвокаты этим пользуются вот для своей выгоды. Так вот, вчера это как раз был тот случай, это был идеальный вариант доказательства того, как адвокаты, потому что, ну, например, такая, как Камала Хэррис, она вообще была генеральный прокурор штата Калифорния, представляете? Ну вот, ну и, кстати, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, забыл, как ее зовут, там у вас она чернокожая женщина, которая не скрывает свою абсолютную неприязнь к Трампу, которая пообещала, что она приложит максимум усилий для того, чтобы найти что-нибудь на него, какую-нибудь грязь, понимаете, вот они, для них получается так, что для них законов не существует, вот мы должны все делать по закону, для них законов не существует. Значит, четко и понятно было сказано самим Мауэром, что он не предъявил обвинения Трампу, потому что у него не было на то достаточно причин, улик и информации. И вот смотрите, разницу между демократами и республиканцами. значит, когда Горовец предложил или посоветовал криминальные действия против, вернее, преследования против Коми, республиканцы смогли в себе найти силы и сказать, ребята, мы, у нас нет достаточно улик для того, чтобы ему принести, вынести какие-то обвинения. абсолютно четко сказали, признались и поставили на этом точку. Теперь возьмем демократов. Несмотря на то, что Мауэр им сказал четко, что он не предъявил обвинения только потому, что у него не было достаточно улик, что говорят демократы, раз эти улики не мог найти Мауэр, это не значит, что их нет. И поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы эти улики найти и подать на импичмент Трампа. И вчера единственный человек, я только честно, Айзлый, по-моему, его фамилия, если я не ошибаюсь, это был единственный человек, который им сказал, ребята, вы о чем говорите? Вы же прекрасно понимаете, что никогда в жизни Сенат не позволит объявить Трампу импичмент. Зачем же вы занимаетесь вот этой ерундой? Давайте лучше займемся чем-то таким, чтобы улучшила жизнь наших граждан. На что ему четко было отвечено, и причем с такой ухмылкой, а мы что, не можем одновременно оживать жвачку и идти? Мы можем делать и то, и другое. Понимаете? Вот вам разница между республиканцами и демократами. Значит, врут. Сама Камала Хэррис, она она же генеральный прокурор штата Калифорния, бывший генеральный прокурор. То есть, так как она знает законы, по идее, лучше ее знают законы только генеральный прокурор Соединенных Штатов. Может быть и то. и она вчера с абсолютно серьезным лицом она пыталась, не пыталась, а она сказала, мы же все слышали все 10 причин, которые были выставлены Малером для того, в препятствии правосудия, мы же можем и так далее, и так далее. Какие 10 причин? Кто что выставил? Малер дал примеры того, что он считал могло бы быть препятствием правосудию, но официально это не были причины, которые можно предъявить. Понимаете? И вот тут же генеральный прокурор, который пытается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, уже заведомо лжет на всю Америку и даже не моргнет. Понимаете, вот с чем мы имеем дело. Поэтому импичмент, вы же понимаете, если бы, не дай бог, не дай бог, в Сенате не было большинства республиканцев, Трамп бы уже был импич я думаю где-то год тому назад. Вот как только демократы получили большинство в Палате представителей, если бы к этому времени они еще получили бы большинство в Сенате, Трамп бы был импич буквально на следующий день. Вот о чем мы говорим. Насколько они ненавидят Трампа для них у них других целей нет. Трамп для них представляет вот тот ту стену китайскую, которую они не могут преодолеть. Вот как бы они не старались. Понимаете, вот в чем проблема. Они вы посмотрите ничего к нему слава богу пока еще не прилипло. чтобы они не пытались на него повесить. тем вот именно это их бесит с каждым днем все больше и больше. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я не сначала слышал, во-первых, где такой вопрос в отношении того, что я вчера слышал, что был обыск и изъяли архтехнику. И второй вопрос, во время дебатов там было хорошее нападение на эту комсомолку за ее работу прокурором Калифорнии. Ну, вот, собственно, вот эти мои вопросы. Спасибо. Барни, спасибо. Ну, как я уже рассказывал, нее на нее не напала, а ей сделала предъяву Толси Габбард за работу Камалы Хеллис, прокурором, генеральным прокурором Калифорнии, за ее абсолютное бесчинство, за невыполнение служебного долга. Ну, да, было такое дело, и, конечно, это, как говорится, ложечки нашлись, осадочек остался, несмотря на то, что Камала пару раз попыталась себя как-то все-таки обелить, ничего у нее не получилось, и вот это предъява со стороны Толси Габбард, она, конечно, повисла в воздухе. Добрый день, вы в эфире. Да, Толик, здравствуй, это Олег Вичаранов. Дальше. Вот интересная статистика по поводу вчерашних дебатов. Значит, имя Трампа было, упомянули 90 раз. Вот, да, если получается, что дебаты были перечислять от 180 минут, имя Трампа было... Алло, пропал. Я пропал, кажется, да, на минутку. Я говорю, вчера имя Трампа упомянули 90 раз. Это два раза в минуту. То есть, вместо того, чтобы эти депутаты, будущие, в кавычках, не дай Бог, президенты, мы хотим, чтобы они рассказали нам четко их платформу, что они хотят делать, чем они занимались, они топили Трампа. Да, так оно и было. Спасибо, Олежка. Ты понимаешь, то есть, они топили Трампа, это раз, во-вторых, я же говорю, я считаю, допустим, опять же, если мы вспомним дебаты во время выборной, или предвыборной кампании Трампа, да, Трамп топил своих оппонентов. Он топил Круза, он топил Марко Рубио, он топил всех тех, которые вот стояли вместе с ним на сцене. Кстати, единственная человека, которого он оставил в покое на тот момент, если вы помните, это был Бен Карсон. Бен Карсон как-то вот все-таки интеллигентный доктор, его нельзя топить. Вот, но, тем не менее, Трамп до тех пор, пока он не был выставлен номинантом на пост президента от республиканской партии, вот тогда он начал топить Хилари Клинтон. Тогда он начал ее топить. Но до этого как-то почему-то никто себе не позволял то, что позволяют сегодня демократы по отношению Трампа. А для меня вот это, наверное, самый паршивый показатель со стороны демократов. То есть, говорить о человеке, причем говорить вот эти глупости, эту мерзость, эту ложь о человеке, которого там нет, который не может защитить себя, который не может в ответ ничего сказать, вот это, пожалуйста, это самый, самый точный образ сегодняшних демократов. Это люди, для которых ничего святого нет, ничего, то есть, у них единственное перед глазами это власть. Все, им абсолютно фиолетово, что происходит с жителями Америки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот прошли уже две пары депатов месяцом назад, и вот вчерашние депаты. Да, И можно вспомнить депаты вот с 15-го года, когда Трамп уже сразу вышел в лидеры, ясно было, что он уже хотя бы станет кандидатом в президенты. Да. А вот у вас сложилось впечатление, что кто-то из вот этих нынешних вышел, ну, скажем так, у него больше шансов выйти вперед. У меня есть две идеи. Первая идея зависит от того, в какую сторону демократы собираются повернуть во время General Election, именно вот уже в генеральной выборы. Значит, если они все-таки будут топить Трампа с левой стороны, то это будет Элизабет Уоррен. Если же они будут все-таки решать ближе подойти к центру, то, скорее всего, это останется Джо Байден. И вот его вполне возможно, я не исключаю этого, что Талси Габбальд будет его вице-президентом. Так что теперь я не думаю, что... То есть, там других в принципе никого просто нет. Камала Хэррис в жизни не попадет, потому что слишком у нее не... То есть, ее Трамп разорвет как Тузик Грелку с ее бытностью вот генеральным прокурором. Она в жизни не выдержит это. она умеет так, из-под тяжка, из-за угла поливать грязью, но лицом к лицу вчера было видно, что когда Талси Габбард на нее наехала, у нее чуть просто мозг не взорвался у этой Камалы Хэррис, настолько она была злая. Все остальные это так, это клоуны, которые просто стоят на сцене, чтобы заполнить вот эти дебаты, как-то же надо создать ажиотаж. Поэтому либо Элизабет Уоррен, если они решат пойти совсем влево, либо это будет Джо Байден, если они останутся в центре. Так вот я думаю. Спасибо вам. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Вчера было очень интересное желание утопить Трампа и сделали ему комплимент огромный. Одна из выступающих вчера сказала, что никто из предыдущих президентов так не применял законы, как применил Трамп. И этим он ухудшим положение. То есть она ему сделала большой комплимент, я их тогда заметил, что он применяет закон. А все предыдущие президенты игнорировали, закон существует, но его игнорировали. Кстати, в желании утопить, они вчера очень красиво топили Обаму, Собамаке. Да. Медицина дорогая, повысила, все это. А кто в этом виновен? Байден? Это тоже было прекрасное утопление самих себя. Вот я думаю, именно из-за этого Мишел Обама будет сидеть тихо и не рыпаться, потому что они уже в принципе показали, что они готовы топить все, что связано с Байденом и с Обамой. Так что, ну, посмотрим. Так, спасибо, что подождали. Кто-то там есть у нас? Нет никого. Окей. Наверное, это к лучшему, дорогие друзья. У меня осталось буквально пару минут, чтобы, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы со мной два часа времени, за то, что вы участвовали в нашей передаче, за то, что вы высказывали свое мнение, за то, что вы терпеливо ждали, пока я выскажу свое мнение. Огромное вам спасибо. Будьте здоровы. и я думаю, что мы уже, то есть, сегодня мы еще услышимся в других программах, вот, но, в принципе, уже в следующей моей программе мы услышимся во вторник на следующей неделе. Итак, спасибо вам огромное. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин